Приветствую любители Москвы! Вы смотрите передачу Реновация и новостройки Москвы. Ну и сейчас я покажу стройки, которые проходят Реновационных домов, реновационные стройки, которые проходят в Можайском районе на западе Москвы. Это улица Багрицкого. Ну для начала, кстати, я скажу, что пять реновационных домов уже построили в этом районе. Один на улице Красный Зорь. Его строили, собственно, не как реновационные, но потом отдали под реновацию. Два дома на Гжатской, один дом на Гродненской улице, ну и один дом на улице Кубинка. Ну и вот здесь вот мы видим, что на улице Красный Зорь строится еще один жилой дом. Здесь вот рядом с пересечением с улицы Багрицкого, но участвуют именно по улице Красных Зорь. Владение 23-25. Здесь снесли два пятиэтажных дома. Вот. И, собственно, на месте вот этих вот двух домов, но, собственно, один имел номер 23, другой 25. Вот. Ну уж даже... Нет, вроде даже один дом был. По-моему, нет, по-моему, один. Вот 23-й дом был, да, пятиэтажка, 20... Вот. Под номером 23. Его в 2018 году снесли. Ну и сейчас вот, видите, строится новый жилой дом. Видите, 23-25, и он имеет такой вот адрес. Вот. И многосекционный. 11-13-14-24 этажа. Ну сразу видна вот эта секция большая, видите, 24 этажа. Ну а к ней примыкают уже такие менее большие секции. Вот. 11-13-14 этажей. Ну и как сейчас вот так модно принято строить такие вот дома, уродцы. Потому что, ну я считаю, такие дома уродцами, которые вот переменные этажности. Мне эти дома вообще не нравятся. Я считаю, дом это как огрызок какой-то. Ну дома должны быть нормальные, обычные. Зачем вот эти какие-то строить? Непонятно. Ну какое время такие дома? Ну и хотят его сдать, соответственно, вот в этом уже 23-м году. Ну, не знаю. В принципе, конечно, работа там еще есть. Но вообще вполне возможно, что мог это сдать. Ну а это, в сумме, улица Багрицкого. Дома непосредственно уже по другую сторону Можайского шоссе. Ну и вот только что вот я по дом, это комплекс, жилой комплекс свой. Дом был построен в 2020-м году. Но это коммерческий дом, это не реновационный. Это жилой комплекс именно вот коммерческой застройки. Вот тут фактически такая точная застройка была. Это не по реновации дом. Ну, просто так уж как бы, чтобы тоже было представление. Но здесь вот видите, все заросшее. Вообще здесь когда-то была медсанчасть, которая, скорее всего, обслуживала, наверное, может быть, даже заводы, которые там вот находились на Сетуне. Ну, потом долгое время она была закрыта. Это медсанчасть до 2020 года. Поэтому там, видите, все заросло. Я даже думал, будут ее сносить. Но потом решили сейчас, значит, там сделали все-таки поликлинику. Открыли обычную районную поликлинику. Вот. С 2020 года. Так что из медсанчасти, ну, видимо, такой заводской, наверное, специализированной, она стала просто обычной поликлиникой. Ну, очень хорошо, хоть так, слава богу, что хоть что-то есть хорошее. Поликлинику хоть открыли для людей. Уж не знаю, какое там обслуживание, но во всяком случае, то, что хоть открыли поликлинику, это уже хорошо. Ну, вот. А здесь вот уже, получается, ну, фактически ближе к в конце, можно даже так сказать. Улица Багрицк. Вот такая большая стройка идет. Вот мы видим, тут строится дом. Вот здесь два дома снесли по улице Багрицк в 28 и 30. Вот. Причем кирпичные были дома. Две пятиэтажки кирпичные были. Улица Багрицк в 28 и 30. Одна была построена в 63-м году, а другая в 65-м. Ну, то есть, в 60-е годы постройки такой самый. Вот как раз рассвет пятиэтажек, как кирпичных, так и панельных. Ну, особенно панельных, конечно. Ну, кирпичные тоже, да, построили немало. Ну, кирпичные еще и до этого строили, и в 50-е годы. Ну, а вот уже панельные, да, рассвет именно тогда, в 60-е годы при Хрущеве. Самый такой рассвет был. Ну, вот, ну, видите, тут строит площадка на месте вот этих двух снесенных домов. И вот будет строиться такой вот тоже еще один многосекционный дом. Тут будет четыре секции в этом доме. Одна 14 этажей, другая 15, третья 16, четвертая 17. Ну, вот так вот. Весенка такая будет фактически, да. 14, 15, 16 этажей. И тут, как видите, строительство очень фактически только началось. То есть, на стадии рытья котлована и таких вот, в общем-то, разных коммуникаций и все, что с этим связано. Ну, и вот хотят построить этот дом под номером 28. Ну, пока он чистится под номером 28. Ну, какой же, так сказать, на самом деле ему дадут это сказать сложно. Посмотрим. Но хотят построить его в 2020 четвертом году. То есть, в следующем году. Ну, очень сомнительно, очень сомнительно, если учесть, что этот год уже подходит к концу. Хотя, конечно, работы там во все идут, но все равно. Тем более, четыре секции. Не знаю. Вряд ли успеется в следующем году, если что-то очень сильно постарается. Ну, посмотрим. Вот. Ну, это вот, видите, с каким-то еще пока сохранившейся пятиэтажкой под номером 26 на Багрицкого, построенной в 65-м году, тоже кирпичная. Вот. Ну, и этот такой двор пятиэтажки. Просто даже можно посмотреть по контрасту. Я сейчас просто хочу ее обойти, чтобы как-то туда пройти. Вот. С другой стороны эту стройку обойти, потому что там все перекрыто. Вот. Как обычно, трудно проходить, поэтому попробую здесь пройти. Да, то есть, первая точка это вот. Сейчас вообще идет, то есть, пять домов уже построили. Сейчас идет семь строек, реновационных строек, вот в Можайском районе. Вот. Ну, первый я показал. Это улица Красных Зорь. Это вторая стройка. Вот, видите. Здесь, значит, на улице Багрицкого. В конце улицы Багрицкого, значит, здесь вот строится вот этот. Вот еще один дом многосекционный. Ну, началось строительство на месте двух снесенных пятиэтажек. Ну, и сейчас я буду выходить на Гжатскую улицу. Она небольшая. И, кстати, на Гжатской улице уже два дома по реновации построили. И вот каким-то чудом еще сохранившийся тоже старый дом. Вот вы видите, да, он рассмотрится, конечно, как-то прям совсем как игрушка маленькая. Ну, а когда-то таких домов тут было довольно много. Четырехэтажный дом, построенный в 1932 году. Причем, что интересно, этот дом, он даже вообще-то не попал в реновацию. Вот, вообще. То есть, жители проголосовали против. Вот. Но, честно говоря, я очень сомневаюсь, что этот дом стоит. И что среди вот этих огромных домов, которые там уже появились, по ту сторону Гжатской улицы. И рядом сейчас вот я покажу. И вот здесь еще дом построят. Четырехсекционный новый дом. А этот будет стоять такой четырехэтажный дом. Ну, я очень сомневаюсь. Думаю, что судьба его, в общем-то, конечно, будет такой же, как и остальных похожих домов. Ну, вот уже построен вот этот, вот о чем я говорил. Этот первый дом по Гжатской улице, который уже построили по реновации. Вот. И вели его, в общем-то, в эксплуатацию. Это дом на 16. Еще в 2016 году. Но, фактически, опять же, повторюсь, это как и многие другие дома. Вот тоже на Красном Зоре, вот там дом, да. Он фактически не был изначально реновационным. Вот. Ну, по контрасту тоже посмотрите. Он не был реновационным. Но его как бы потом приспособили под реновацию. И поэтому он считается как бы реновационным домом. Хотя в 16 году какая была реновация? Такого слова такого не было. Это уже в 17 году. Когда вот эта программа принята с Собяниным. Вот тогда и пошла эта реновация. Поэтому, ну, как бы, считается. Он как бы реновационным. Ну, может, его как-то там переделали под, как бы, норма реновации. Ну, что-то такое. Вот. Ладно. Короче, вот этот дом. Ну, и напротив него там еще один. Там дом по реновации. Но, на самом деле, там вот так он выглядит. Вот. Там в этом доме 15 этажей. Небольшой дом. Желтенький сделали. Ну, хоть окраска такая. Вроде ничего симпатичная. Хоть не такая страшная серая, как он в соседних домах. Там ужас какой-то. Хоть что-то такое нарядное, прачечное. Ну, вот. Вот еще один дом. Вот видите, вот этот вот дом. Его недавно ввели. Это тоже дом по реновации. Уже по Гродненской улице. Ну, вот по Гродненской. На месте тоже двух домов снесенных построен. Два дома снесли. По-моему, четырехэтажные. Они были по номерам 7 и 9 по Гродненской. Ну, и вот вместо них построили вот этот вот дом. 14, 16, 17 этажный. Трехсекционный. Вот буквально совсем недавно. Буквально совсем недавно. Сейчас он уже потихонечку заселяется. Вот. А вот этот вот комплекс. Это называется жилой комплекс. Лайф Кутузовский. Лайф Кутузовский. Он тоже вот по Гродненской улице, по другую сторону. Он построен на месте деревообрабатывающий комбинат номер 27. Вот. Был там раньше комбинат. Причем он выпускал. Это в промзоне Северной Очаковой. Это там речка Сетунь протекает. Он выпускал мебель. Причем для военных. Там военные столы всякие были. Там какие-то шкафы. Ну, в общем, все, что там связано с военными частями. Туда вот поставлялась мебель. Ну, вот. Это не помешало его закрыть. Ну, говорят, он там давно уже все-таки все в аренду сдавал и так далее. Ну, в общем, короче говоря. Вот. И вот в составе этого комплекса, который Лайф Кутузовский, вот этот вот дом, вот он, вот этот вот дом. Вот этот он, один дом, он должен подреноваться. Он считается реновационным домом. Это Кжатская 5, корпус 7. Вот так он числится. 5, корпус 7. Вот этот 17-этажный дом, который построен в 2020 году. Ну, так же, как, собственно, и весь комплекс. То есть, вот, считайте, еще один дом сдали. Ну, а это улица Петра Алексеева называется. Она совсем маленькая, но, видимо, тут будут ее расширять наверняка, скорее всего. И тут большие работы предстоят. Наверняка, новые дороги могут даже строить. Ну, раньше все было по-другому. Тут не было жилья аж фактически. Мало было, да, и все было нормально. Ну, а теперь, вот, видите, построили еще один жилой комплекс, который называется Кутузовград-2. Вот такое слово дурацкое, да, Град-2. Ну, потому что есть еще Кутузовград-1, который на Рябиновой улице, там вот неподалеку находится, который построен на месте, где он текстильщик. Вот, а этот завод, он построен на месте камбольной фабрики. Октябрь она называлась. Вот, ну, когда-то еще была шерсткацкая фабрика, шерсткацкая мануфактура, даже, если быть точнее. Она существовала еще с 19 века, с конца 19 века. Вот, ну, потом в советское время называлась фабрика Октябрь-комвольная. Ну, текстильное было объединение, а потом, ну, реально, она уже, конечно, довольно давно не работала, и многое там сдавала в аренду. Там был бизнес-парк Октябрь тоже назывался. Вот, ну, ничего, это не помешало все снести. Там, вроде, один комплекс, один корпус какой-то оставили, самый старый, такой, самый центральный корпус от этой фабрики. Ну, типа, как бы, на память, да, что-то такое, что тут, типа, когда-то была фабрика. Вот, ну, и, короче говоря, что я показываю, да, это жилой комплекс, понятно, что он, конечно, коммерческий, это ясно, что, так сказать, Кутузов-город-2, все такое. Вот, но тут дело в том, что тут на территории, ну, рядом с этим комплексом строится дом по реновации. Вот, а там часть территории, вот, Петра Алексеева-12 отдали по реновации. И там строится тоже еще один многосекционный дом. Там будет три секции, одна восемь этажей, другая 11-13. Вот, ну, вот он здесь строится как раз. И, собственно говоря, вот этот вот дом, он, его хотят взять уже в этом 23-м году. Ну, вот он, видите, дом вот этот вот. За вот этим зданием, тоже, видимо, старым, которое относилось тоже к этой фабрике. Вот он, реновационная табличка за вот этот дом. То есть, 8, 11, 13 этажей. Как бы три секции, которые будут, как бы, так, несколько распахнуты, как бы, ну, полураспахнуты, как бы, друг другу. Вот так, и, как бы, внутри них будет горно ходить. Ну, вот в этом году хотят его сдать. Ну, в принципе, это реально, потому что дом уж фактически построен. Вот, ну, а там такая, как бы, это само здание. Я так понимаю, что это, может, какое-то проходная была, что ли, на эту территорию, вот этого комбината. Раньше там сейчас продукт, по-моему, находится. Вот, ну, что-то такое. Вот это как раз и есть улица Петра Алексеева. Ну, сейчас вы видите, что тут творится, сплошная стройка. Ну, конечно, пройти трудно. Вот. Ну, а когда-то была, в общем-то, вполне такая небольшая, тихо, спокойная улица. Вот, которая, в общем-то, вела как раз вот к производственному предприятию, потом к бизнес-парку. Ну, и тут минимальное количество домов было. Ну, дома жилые тут были всегда, но их было совсем немного. Буквально там 2-3 дома по этой улице и все. Ну, она и сама небольшая. Там совсем рядом Бажайское шоссе проходит. Она и отходит от Бажайского шоссе. Ну, и, собственно, здесь она заканчивается. Небольшая улица. Ну, понятно, что наверняка все это будет расширять, эта улица. Потому что, если ее расширять не буду, то тут просто все встанет. Люди просто не смогут вот на это Бажайское шоссе выехать. Если эти дома все введут, я сейчас не знаю, как там. Но еще пока строится этот комплекс. Кутузов-город 2 он еще пока не весь достроен. Видите, там строит площадка большая. И бытовки стоят, все такое. Ну, когда достроят, то можете представить, что там будет. Еще это реновационный дом в придачу, как говорится. Вот. Ну, это, собственно, Можайское шоссе. Но Можайское шоссе нас, собственно, не интересует в плане реновации. Потому что непосредственно по Можайскому шоссе пока домов по реновации не строится. Вот. Непосредственно на самом шоссе имею в виду. Там около строится, а на самом шоссе нет. Поэтому сейчас я покажу улицу Столбухина. Собственно, сейчас задача вытекнуть в улицу Столбухина. Вот там как раз идет стройка еще одного дома по реновации. Вот тут прямо за школой. Школа, собственно. 809-я, насколько я знаю. Ну, сейчас все время меняются номера. Поэтому, в принципе, трудно сказать. Но вообще, она еще была изначально как 13-я школа. И она имеется в виду не московская. Здесь был город Кунцево уже находился. Я так понимаю, что это была 13-я школа города Кунцево. Но потом уже все перенумеровали, когда Кунцево вошло в Москву в 60-м году. Школу построили еще в конце 50-х годов. Вот. Ну, и вот видите, здесь осталось два дома по улице Столбухина. Вот. Это Столбухин 2 корпус 2 и 4 корпус 2. А там были еще два дома, которые были чуть поближе. Находились. Это четырехэтажные, кстати, дома. И там были еще точно такие же. Краснокирпичные, четырехэтажные. Вот видите, дома вот эти. Вот это вот Столбухина 2 корпус 2. И за ним точно такой же 4 корпус 2. А перед ними стояли еще два дома. Два корпуса 1 и 4 корпуса 1. Так вот их снесли. И на этом месте строится вот видите, реновационный дом. Вот. Ну, который пока имеет адрес Столбухина 2. Столбухина дом 2. Может быть, он таким и будет. Это дом будет 19 этажей. То есть, он не переменной этажности. Он будет один дом. И его хотят сдать уже в этом 2023 году. Ну, в принципе, это вполне реально. Потому что дом уже под крышу подведен. Ну, я представляю, как мучаются жители этих домов двух. Оставшихся четырехэтажных. Конца 50-х годов постройки. Ну, что делать? А когда-то была хорошая роща. Там дальше дома были. Ну, она их там немножко частично еще осталась. Хотя чуть поврубали, конечно, как обычно. Одна из частей дубовой рощи. Ну, вот такой 19-этажный дом. Так что идет отделка, короче. И внешняя, видимо, внутренняя тоже. Так что в этом году, скорее всего, его и сдадут. Ну, и большая, конечно, такая стройплощадка. Много, конечно, оттяпали. Тут же дворы были. Ну, а теперь фактически... Почти двора нет. Фактически проезжая часть выходит из подъезда. Сразу проезжая часть. Ну, и забор. Ну, слава богу, хоть какую-то часть дубовой рощи оставили. Там между проезжей частью, вот улиц Толбухина и, собственно говоря, вот этой стройплощадкой. Вот она, видите. Дубки, дубов здесь много. Собственно, раньше, конечно, было. Ну, вот так он выглядит, этот дом. Там еще по улиц Кубинка я вот у стройку не буду показывать, не вошла в эту передачу. Но там еще на Кубинке строится еще один дом, тоже по реновации. Я вот один дом показывал, который там уже построили, может, несколько лет назад. Который вот, ну, рядышком там, который 18 корпус 2 Кубинка еще в 20-м году построили. Ну, получается, три года назад. Ну, вот рядом там строят еще один дом по реновации. Там четырехэтажку, вернее, снесли по номер 16 корпус 1. Ну, и вот там строят тоже. Причем такая довольно интересная была четырехэтажка в стиле посткроссоактивизма 37-го года постройки еще. Ну, вот, вот так выглядит этот столбухин, дом 2. Новый реновационный дом, который уже, ну, в высокой стадии готовности. А вот это вот такая, слава богу, сохранившаяся роща. Но будем надеяться, что ее хоть оставят, не срубят все деревья. Ну, вот, это прямо напротив бывшей дачи Толбухина, которая, по-моему, сейчас до сих пор продается, но за нее очень большие деньги хотят. Поэтому никак не могут найти покупателя частого. Ну, а государство, видим, тоже неохота держать эту дачу. Тоже накладно. Толбухин-то Толбухином, а, как говорится, денежки давай, да, место-то фактически пустует, территория большая. Ну, вот так этот дом смотрится на Толбухину, с другой стороны вот этой улицы. Тоже какие-то ремонтные работы идут. Ну, собственно, вот дома на Толбухину. А сейчас я покажу еще стройку на улице Говорова. Вот, это пока дома по Толбухину, по другую сторону только улица перешел. Тут тоже дома такие монументальные, 50-х годов постройки, еще там 6-этажные, 5-6-этажные 50-х годов постройки. Несколько таких вот домов стоит здесь. Улица Толбухина, 9-й, 7-й, там 5-й. Ну, здесь, видите, пока еще скверики, слава богу, сохранились такие вот. Вот, хорошая озелененная территория. Тут раньше даже была скульптура Ленина, фонтан находился еще в середине 30-х годов. Фонтан сделали и скульптуру Ленина. Тут отдыхали жители, очень много. Тогда это прям было, можно сказать, место сходки такое, ну, встреч жителей такие вот прямо они еще. Только, наверное, видимо, квартиры тоже получали в новых домах. Вот была скульптура Сталина и рядом еще женщина с ребенком на руках. Ну, видимо, под его покровительством. Так сказать, с благодарностью ему, так сказать, за то, что он такую счастливую ей жизнь устроил новую советскую. Ну, это уже не сохранилось, а сквер, слава богу, остался. Ну, конечно, понятно, так сказать, благоустроенный, преобразованный, но в основе своей все-таки еще старый. Вот видите, какие красивые территории. Ну, к сожалению, все это, видимо, будет вырубаться постепенно при строительстве новых домов. Ну, вот видите, трехэтажный дом по улице Толбухина еще, 9, корпус 2, построенный в 1938 году. Вот смотрите, какой красивый дом, прям, по-моему, с присадебным, даже с полисадником таким красивым. Видите, как жители оформили все, очень красиво. Ну, вот, ну, а дальше там раньше находился вот поселок Большая Сетунь назывался. И этот поселок, он был создан, в общем-то, в 30-е годы. Вот, этот поселок, там вот состоялось десятка домов. Ну, он и сейчас состоит во многом, но это же бывший рабочий поселок, который относился к институту легких сплавов, который находится по другую сторону железной дороги, недалеко, там вот на улице Горбунова. Вилс называется сокращенно, всесоюзный, сейчас всероссийский институт легких сплавов. Он и сейчас есть, этот институт, и вот от него давали здесь дома. Поэтому и возник такой вот рабочий поселок. Из вот таких вот домов в стиле конструктивизма были построены. Хотели сначала построить в виде серпа и молота, но потом отказались. Там серп построили, в общем-то, дом в Толбухе на один с корпуса один. Ну, вот, комплекс он уже не такой, как здесь. Ну, вот, видите, строится тут дом как раз на Говрово. 14. Тут какой-то был склад раньше, он находился. И вот двухститационный дом стоит 6-15 этажей. И хотят его сдать в этом году, в 23-м. Прямо вот между вот этими домами, 14-ми и 16-ми. Там три дома 14-х и четыре дома 16-х. Вот. Таких вот четырехэтажных дома. Здесь какой-то вроде был склад находился. Между вот этими как раз сериями домов они стоят. Эти немножко уголками 16-е, а эти просто обычные 14-е. Ну, и вот на их месте, вот, соответственно, решили построить. Ну, потом, ну, когда был склад, потом просто пустая площадка. Ну, обычная такая вот территория. Где-то уже и дети бегали. И, в принципе, хоть было как продышаться, воздух был. Ну, а теперь вот вместо воздуха, складов и всего остального теперь строится вот этот вот дом. Вот с 6 до 15 этажей по реновации. Ну, потому что вот эти дома, они все попали в реновацию. Я уже об этом говорил. То есть, их будут сносить. Ну, и, видимо, когда вот этот дом построят, то, судя по всему, будет переселение вот как раз из этих домов жителей. Ну, и, собственно, переселят, а потом будут сносить вот эту всю красоту. Дома-то оригинальные. Конечно, понятно, что, может, они уже обвешали отчасти. Можно было бы их реконструировать. Ну, лучше же снести, да. Чем связываться там и так далее. Сохранять красоту и построить вот такие вот безликие реновационные дома. Ну, тут, конечно, подрубили, все вытоптали, понятно. Все. Но это только начало. Стройка. Дальше уже все тут. А дальше дома эти снесут. И понятно, что пустовать места-то не будет. Будут строить, но еще новые стройки здесь будут. Еще будут строить дома реновационные. Вот так это все выглядит. Такие дворы. И дома прямо утонули вот за зеленью. Ну, такой раньше был поселок. Те, кто работал на Вилсе. Ну, сейчас, я думаю, здесь живут, конечно, далеко не только те, кто работает на Вилсе. Наверное, там тоже хватает работников, конечно. И бывших, и нынешних Вилс-то работает. Но наверняка тут, конечно, полно и обычных простых людей, которые работают в совершенно других местах. Ну, и вот последняя стройка. Это уже, вот, с железной дороги хорошо видно по улице Горбунова. Там строится жилой дом 20-этажный под номером 11. Там просто вырубили детскую площадку, снесли детскую площадку, вырубили сквер. Прямо там за домами, там за пятиэтажками, которые тоже попали в реновацию, будут сносить. Ну, и вот для жителей, видимо, этих домов там как раз строится этот 20-этажный дом. Односекционный в виде башни. Прямо рядом с кольцевой дорогой. Вот там тоже вот еще одна стройка. Вон кран стоит и он строится. В этом году хотят сдать. До новых встреч.